Здравствуйте, уважаемые десногорцы! С вами Любовь Мишакова. Вначале коротко о том, что сегодня в информационном выпуске. Плановое оперативное совещание у главы города. В программе очень много интересных элементов, таких как конная рубка, фланкировка, джигитовка. Десногорск готовится к казачьему празднику. История – это факт, а факт – он подтвержден документом. Памятные мероприятия в детской библиотеке. Продукция с «Петрозаводскмаша» выходит с достойным качеством, и нам не приходится за неё краснеть. Сроки производства оборудования для АЭС «Куданкулам» сокращены. А теперь об этих и других событиях подробнее. Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантерову с просьбой продолжить программу обеспечения регионов новыми машинами для неотложной помощи и школьными автобусами, а также обновить общественный транспорт там, где муниципалитеты не могут себе этого позволить. В этом году правительство страны выделило на эти цели 6 миллиардов рублей. На заседании Комитета областной думы по вопросам АПК подвели предварительные итоги весенних полевых работ, а также обсудили болевые точки регионального растеневодства. 230 тысяч тонн зерна смоленские аграрии планируют собрать в этом году. Это повторит прошлогодний рекорд урожайности. Холодная погода не помешала им справиться и даже перевыполнить план весенних полевых работ по многим показателям. 20 июня в администрации прошло плановое оперативное совещание главы города с руководителями комитетов и муниципальных предприятий Десногорска. Подробности в нашем сюжете. В начале совещания глава города Андрей Шубин наградил участников компании «Останови поджоги травы». Дипломы от руководителей и координаторов противопожарного проекта «Гринпис» получили заведующая Любовь Байкова и воспитатели Людмила Левашова и Юлия Максименкова, детский сад «Ласточка». Продолжается кампания по ремонту тепловых сетей города. В следующий момент все дефектные участки по результатам проведенных гидроиспытаний заменены. Дома поставлены в циркуляцию. Сегодня будет ограничение по горячей воде в ряде домов второго микрорайона. В связи с пророчным гидроиспытанием продолжится до конца недели. Пустовым способом с отключением незначительного количества домов в целях комфортного нахождения жителей. В Десногорске стартовал 10-й военно-патриотический слёт Отечества. В этом году в нём принимают участие команды из Смоленска, Десногорска, Соснового Бора, Курска, Удомли и Республики Беларусь. Начиная с 21 июня в городе проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. 21 июня на городской эстраде состоится ретро-вечер «Завтра была война», посвящённый Дню памяти и скорби. Начало вечера в 19.30. 22 июня с 10 до 12 возложение венков и цветов на кургане славы. Возлагаются в свободном порядке представители всех учреждений и предприятий нашего города. И одновременно будет состояться акция «Зажги свою свечу, свеча памяти». То есть в то же время с 10 до 13 на кургане славы. 24 июня на территории городского пляжа в 18.00 пройдёт День молодёжи. Продолжается оздоровительная кампания. В образовательных учреждениях собирают списки детей на вторую смену. В июле лагеря будут работать на базе 1-й, 2-й школ и Дома детского творчества. Выпускники сдают последние итоговые экзамены и готовятся к выпускному балу, который пройдёт в городе 29 июня. 19 июня выпускники написали последние экзамены основной волны единого госэкзамена «Химию и историю». А с 20 июня по 1 июля пройдут резервные дни сдачи ЕГЭ для тех, кто по уважительным причинам не смог это сделать в период основного этапа. Всего же предусмотрено три периода – досрочный, основной и пересдача в сентябре. Главой Рославльской епархии назначен игумен Милетий, настоятель Спасопреображенского мужского монастыря. Теперь правящий архиерей епархии будет именоваться Рославльский и Десногорский. Таким образом, в Смоленской митрополии теперь действуют три епархии – Смоленская, Вяземская и Рославльская. Наш город готовится принять участников чемпионата Центрального федерального округа по рубке «Шашкой» – Казарла в Десногорске. Мероприятие направлено на сохранение и развитие культуры казаков в области спорта, традиционных соревнований и патриотического воспитания молодежи на примере славных традиций предков. Все подробности далее. На чемпионат, который будет проходить в городе 24 июня, планируется прибытие казаков из 16 регионов Центрального федерального округа. 19 июня комиссия, в состав которой вошли представители администрации, управление ГОИЧС и полиции, выбирали место для проведения соревнований. Им стала площадка возле дома 16 первого микрорайона напротив городского пляжа. В этом году будет впервые проводиться чемпионат по рубке «Шашкой» Казарла и одновременно в рамках этого чемпионата будет проходить фестиваль казачьей культуры «Богатица». В программе очень много интересных элементов, таких как конная рубка, фланкировка, джигитовка, конкур – это все, что связано с лошадкой. Также будет проводиться пешая рубка. Будет очень интересно, поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в этом празднике. Насладиться казачьими песнями в исполнении фольклорных коллективов и посетить ярмарку народных мастеров и казачьей справы десногорцы и гости города могут в предстоящую субботу с 9 утра до 6 вечера. 19 июня саперы пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили две минометные мины в деревне Панфилова Вяземского района и ручную гранату с четырьмя запалами в Якимовичах Рословского района. Напоминаем, что найденные боеприпасы запрещается переносить, разбирать, бросать в костер или сдавать в металлолом. На улицах Смоленска можно было видеть колонну бронетехники времен Великой Отечественной войны. Наш областной центр посетили участники первого бронепробега России и Белоруссии «Дорога мужества», старт которого был дан 17 июня на Поклонной горе в Москве. Всего колонне предстоит преодолеть свыше 2000 километров. Кульминацией «Дороги мужества» станет участие бронепробега в памятных мероприятиях в Бресте 22 июня. Накануне самой скорбной даты в истории нашей Родины, в день начала Великой Отечественной войны, библиотекари детской библиотеки Десногорска подготовили и провели час памяти и скорби. И помнить страшно, и забыть нельзя. Там побывала и наша съемочная группа. Библиотекарь старшего абонемента Маргарита Захарова и библиотекарь информационно-справочного центра Ольга Ерофеева рассказали воспитанникам оздоровительного лагеря четвертой школы о событиях 76-летней давности. В этот день, 1941 года, на нас напали фашисты. Ребята с интересом смотрели хронику военных лет, слушали стихи и песни. Учитывая возраст детей, а это младшие школьники, библиотекари предложили посмотреть мультипликационный фильм «Легенда о старом маяке». История героев мультфильма, их сверстников, которые, несмотря на юный возраст, помогали бороться с фашистами, не оставила никого равнодушными. Целью являлось сформировать гражданское патриотическое сознание ребят, патриотизма, уважению к поколению, военному поколению и любви к родине. Специально к этому дню была оформлена выставка художественной и документальной литературы «Нас память вместе собрала». 19 июня сотрудники Центральной библиотеки провели для юных десногорцев, посещающих школьные оздоровительные лагеря, мероприятие по пожарной безопасности. С ребятами провели профилактическую беседу, напомнили правила пожарной безопасности и историю создания пожарной охраны России. Затем дети поучаствовали в срез викторине и посмотрели мультфильм «Кошкин дом». В завершении мероприятия ребятам была предложена детская художественная литература по данной тематике. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект переноса выходных дней в 2018 году. Если предложение Минтруда будет одобрено, то россияне смогут отдыхать с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года. Три дня в феврале – 23, 24 и 25. Четыре дня в марте – 8, 9, 10 и 11. С 29 апреля по 2 мая – 9 мая. Три дня в июне – 10, 11 и 12. И с 3 по 5 ноября. По мнению чиновников, изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для жителей страны. Корпорация «Росатом» будет строить в Индии еще два энергоблока. Соглашение о строительстве третьей очереди АЭС «Кудан-Кулам» было подписано на международном форуме в Санкт-Петербурге. Сдача новых энергетических объектов запланирована на 2024-2025 годы. И предпосылки к такому быстрому возведению АЭС есть. Индия. АЭС «Кудан-Кулам». Строительство и ввод в эксплуатацию первых двух энергоблоков атомной станции растянулось почти на 14 лет. Третий и четвертый энергоблоки планируется возвести за вдвое меньший срок. Одна из причин ускорения строительства – реализация технических улучшений на предприятиях корпорации «Росатом», задействованных в производстве оборудования для атомных станций. Россия. Волгодонский филиал АЭМ-технологии. Здесь идет изготовление двух комплектов парогенераторов для третьего и четвертого блоков АЭС «Кудан-Кулам». Цикл производства этого оборудования, благодаря сотням предложений по улучшению технологического процесса, был сокращен на 395 дней. Теперь предприятие готово выпускать не 4, а 8 парогенераторов в год. Сделали большой шаг вперед с точки зрения организации производства, с точки зрения техники безопасности, и вообще понимание у коллектива есть, что дальше куда двигаться. Завод «Петрозаводск-Маш» – единственный в России поставщик бесшовных труб для главного циркуляционного трубопровода для атомных станций. Еще несколько лет назад эти трубные заготовки и узлы закупали в Германии. Сегодня, благодаря разработанной инженерами «Росатомотехнологии», вся номенклатура этих изделий выпускается на отечественной производственной площадке. Новые высококачественные трубы, способные выдерживать температуры более 320 градусов и давление свыше 160 атмосфер, уже используются на ряде российских АЭС. Их надежность не вызвала сомнений и у представителей индийской стороны. Различие, что зарубежный партнер, что наш российский, для нас не имеет значения. То есть продукция «Петрозаводск-Маша» выходит с достойным качеством, и нам не приходится за нее краснеть. Эти примеры повышения эффективности производства и освоения новых технологий далеко не единственные. Практически на всех предприятиях «Росатома» идет работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции и сроков протекания процессов. Лучшие практики распространяются по всей отрасли. Результаты такой политики ощущаются как в технологическом, так и в экономическом плане. На 57% снижено время производства основных продуктов. На 60% сокращено незавершенное производство. В итоге сэкономлено около 3 миллиардов рублей. Эти достижения во многом определяют конкурентноспособность корпорации «Росатом» на рынке строительства атомных станций. И подписание соглашения о возведении 5-го и 6-го энергоблоков на площадке АЭС «Кудан-Кулам», состоявшейся несколько дней назад, яркое подтверждение тому, что российские ядерные технологии остаются лучшими в мире. А сейчас наш анонс. Уважаемые десногорцы, 22 июня с 10 до 12 часов на Кургане Славы пройдет акция «Свеча памяти». В День памяти и скорби мы зажжем принесенные с собой свечи в честь погибших в годы Великой Отечественной войны и всех павших в боях за Родину. В этот же день в 19 часов в окнах наших домов зажгутся свечи памяти, как знак общей скорби народов, победивших фашизм. И в заключение о спорте. Сборная США прибыла в Смоленск для участия в недельном совместном сборе с местными борцами. После семи дней тренировок вольники двух стран вышли на ковер, чтобы провести спарринги в рамках официальных матчевых встреч. Американские и смоленские спортсмены провели по шесть поединков и каждая одержала по шесть побед. Итог товарищеской встречи – ничья. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defiz.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин